Сейчас я вам покажу, как она убирает квартиру перед тем, как начинать снимать ролики. Всем привет! Рада вас видеть на моем канале, и это мой первый блог о нашем переезде. Я не снимала на YouTube, наверное, лет пять. За это время я успела вести Instagram, завести себе TikTok и его раскрутить. И, не знаю, наверное, вот цикл завершился, я вернулась к тому, с чего когда-то начинала. Я вернулась на YouTube. Я когда-то его уже вела в школьное время, когда училась в 11 классе, и получала просто невероятное удовольствие от этого дела. То есть мне действительно очень нравилось снимать видео, делать какие-то влоги из поездок, из путешествий, общаться с вами, набирать аудиторию. И я никогда не думала, на самом деле, что я вернусь к YouTube, но жизнь иногда расставляет все по своим местам. Сегодня я вам расскажу про наш переезд, как мы выбирали эту квартиру, как мы ее нашли, покажу вам ее, конечно же, и в конце отвечу немножко на вопросы. Поэтому погнали, но не забывайте перед этим поставить лайк и подписаться на мой канал, мне будет очень-очень приятно. А еще у меня есть ссылочка на TikTok и на Instagram в описании, поэтому переходите туда, подписывайтесь, и будем с вами гораздо ближе, будем общаться, и... будем общаться, да. Начинаем обзор нашей квартирки. Она у нас однокомнатная, это основная комната, здесь просто стоит диван, стол, кресло, монитор Паши. Это моя полочка, на которой я разложила все свои вещи, косметику, духи мои любимые, и еще вот такой вот спрей для тела от Ивраша. Здесь у меня всякие украшения, полочек моих очков солнцезащитных, очки для зрения, масочка для сна. Это моя кепочка любимая. Здесь у нас полки, в принципе, свободны, ничего такого нет. Ну и, конечно же, шкаф, который я тоже заняла большую его часть. Ну, это пару еще Паши. Покажу еще вам квартиру вот с этого ракурса, она очень светлая, просторная, и в целом снимать в ней видео действительно одно удовольствие. Вот эти наклейки и картина висели, когда мы здесь явились, звездочки тоже висели, а вот это наша фотография. А знаете, что самое прикольное? В том, что квартира Паши, в которой он прожил долгие-долгие годы, находится прямо через дорогу, то есть он по факту не переехал. Пойдемте дальше, в следующую комнату, и покажу вам коридоры. В коридоре у нас пока что стоит вот этот огромный стеллаж, который должна забрать хозяйка. Здесь мы в мешки просто сложили все, что она должна увезти. Это их личные вещи, которые они не вывезли, когда мы заселились в квартиру. Здесь у нас пока на коробке от Пашного монитора стоит обувь. Ну и, собственно, вешалка с верхней одеждой. Здесь у нас еще комод, там какие-то личные вещи Паши. Здесь моя техника для съемок, прожектор, кольцевая лампа, две мои сумочки. У нас еще есть вот такой вот замечательный турничок, на котором можно протягиваться, но я это делать не умею. Ну и еще один шкаф. С большим зеркалом, где лежат вещи. Здесь я разместила свою обувь. Ванна у нас тоже очень красивая. Очень ее люблю. Ой, ну и как обычно, Юля заняла все полки. Здесь стоит моя косметика, здесь тоже всякие мои масочки. Это полка Паша, и то один дезик, он как бы мой. Вот. Короче, заглянем за шторку. Здесь ничего необычного. Полотенце сушите. Вот. Ну и классная, кстати, стиральная машина. Наконец-то нормальная, потому что на предыдущих квартирах, на которых я жила, были просто ужасные стиралки. И я испортила очень много вещей. Они стали серыми, растянутыми. Не показала вам еще одну полку с порошком. Ну, это наши запасы, короче. В туалете ничего необычного. Здесь у нас тоже есть зеркало, тоже есть умывальник. И стоит швабра, которую мы купили недавно, и она уже успела сломаться. Заходим на кухню. Это просто мое любимое место в квартире. Она очень светлая, просторная. Я просто влюбилась, наверное, и выбрала эту квартиру только из-за кухни. Она очень маленькая, компактная, светлая. Мне очень понравилось, что здесь диван. Мы, кстати, очень хотели с Пашей двухкомнатную квартиру, но ценник сразу же в Минске на квартиры подобного ремонта кусается. Поэтому пришлось пожертвовать немножко комфортом. Здесь у нас вот такой чайник, кстати, который светится. Его я заказала с Озон. Вытяжка. И вот такой вот светильник-паучок или паутинка. Я не знаю, как он точно называется. Но, блин, когда мы заехали, мы очень мучились, чтобы его почистить от грязи. Ну и неплохой холодильник. Еще у нас здесь есть а-ля денежное дерево. Нам так сказала хозяйка. Но мне многие зрители в ТикТок писали, что это не денежное дерево. Поэтому, если вы знаете, как это называется правильно, можете мне написать. Дальше мы идем на балкон. Еще одно мое любимое место в квартире, потому что здесь я сейчас работаю. Здесь стоит моя кольцевая лампа. У нас еще здесь есть сушилка, но мы ей не пользуемся. Ловец снов, который тоже здесь висел, когда мы заселились. И вот здесь, собственно, мое небольшое рабочее место. Мы поставили здесь стул. Сейчас попробую его показать. Он такой же желтый, как и на кухне. Я на него накинула плед, чтобы было мягче сидеть. Здесь у меня сирень, которая, блин, уже завяла. Я хотела снять ее красиво. Но вот как назло уже сегодня все. Ей пришел капец. Хотя вчера она еще прекрасно, блин, выглядела. Вот здесь у меня свечки, стаканчик с водой, книжки мои, блин, всякие ежедневники. Так, ну и сейчас я немножко отвечу на ваши вопросы. Расскажу вообще, как мы нашли эту квартиру. О переезде мы задумались, наверное, в марте. Мы очень хотели уже съехаться, потому что, как бы, летом будет три года, как мы встречаемся. После событий, которые произошли в феврале, конечно же, курс доллара очень сильно вырос. Вроде были неплохие варианты, но то район не тот, который нам хотелось бы, и в котором вообще нет ничего. То хороший район, но сама квартира, она как-то не привлекает тебя. Все какое-то мрачное, серое. И когда мы поехали смотреть очередную из квартир, то как-то разговорились с хозяйкой, которая много где жила, в разных странах. Она сказала, что пока молодые, пробуйте и думайте не о съезде, а о переезде вообще в другую страну. Тогда мы действительно задумались, что будем уезжать. Думали о странах, куда можно переехать. И очень загорелись идеей и желанием переехать в Турцию. С этого момента я начала узнавать какую-то информацию о переезде, какие документы нужны, какие суммы нужны, что вообще по стоимости аренды жилья. И мы поняли, что это идеальная страна для жизни, потому что там очень хороший климат, там очень много солнечных дней, там есть море. А потом в один момент меня просто не отпустили с работы. У Паши тоже там не получилось по его делам. И мы поняли, что, видимо, не судьба нам переехать в этом году. Астролог так и говорила, что мы не переедем. Тогда мы возобновили поиски квартиры. И вот мы приехали смотреть эту квартиру, и я понимаю, что всё. Ну, как бы, это она. Ну, ты, наверное, понимаешь, что это твоё жильё, когда ты не хочешь просто отсюда уходить. Мне понравилось абсолютно всё. То есть и расположение, и район, и то, что она светлая, и то, что хороший ремонт, хорошая мебель. Ну, вот что я поняла, наверное, за время своего вообще съёма разных квартир, а я их сменила, наверное, сейчас, я живу уже в четвёртый за последний год, есть огромная разница между съёмным жильём, да, когда оно постоянно сдаётся, и разница между жильём, которое было у собственника. Когда здесь жил владелец квартиры, он, понятное дело, всё делал для себя. Когда жильё сдаётся, как правило, хозяева, они не особо задумываются над тем, чтобы там что-то поменять, что-то улучшить, сделать какой-то ремонт. На сегодняшний день всё сложилось таким образом, что мы никуда не улетели. Мне было очень тяжело осознавать, что я могу куда-то уехать, что я оставлю семью, что я их буду очень-очень редко видеть. Я не знала, что я буду делать со своими проектами, которые у меня сейчас есть, я бы их просто потеряла. Но, с другой стороны, я понимала, какой классный контент я могу делать о жизни за границей. У меня была куча идей. Плюс я всегда хотела жить рядом с морем, в тёплом климате. Это для меня, безусловно, минус, то, что мы не уехали. Многие меня спрашивают, поменялось ли что-то с момента, как мы съехали с парнем. И я скажу, что не поменялось, наверное, абсолютно ничего. Кто-то говорит, что бытовуха, ещё что-то. Ну, нет. Я, наверное, тот человек, который сразу обозначил свои границы. И я сказала о том, что я не суперская хозяйка. Я не буду стоять каждый день на кухне. Я не буду вылизывать квартиру. Я не буду каждый день, не знаю, трястись над тем, чтобы постирать, над тем, чтобы убрать, приготовить, ещё что-то сделать. Как бы я люблю порядок, я люблю чистоту, уют. Но я не всегда люблю убираться. И у меня не всегда просто есть на это время. Почему многие думают, что обязанности по дому должны ложиться на женские плечи? Это сугубо женская работа. Нет. Если вы вдвоём работаете в одинаковом количестве, да, плюс-минус одинаково зарабатываете, то почему я должна помимо работы тянуть на себе ещё какие-то обязанности по дому? Ну, как бы нет. Мне кажется, что быт — это совместные вещи. И когда вы вдвоём за это отвечаете, это и отношения делает крепче. Это формирует у мужчины какое-то уважение к тебе, потому что он понимает, что это тоже не так-то просто. Когда я живу сейчас в хорошей квартире с хорошим ремонтом, я понимаю, что у меня стимула работать однозначно прибавилась. Мне приятно приходить домой, мне приятно возвращаться. Мне приятно даже элементарно здесь убираться. И внутри я понимаю, что если по каким-то причинам мне придётся отсюда съехать, я не смогу уже снять квартиру, которая по уровню хуже этой. То есть я буду искать либо такого плана, такого уровня, либо даже ещё лучше. Это просто как, не знаю, следующий твой шаг, да, на пути к лучшей жизни. Это следующий твой шаг, чтобы, не знаю, начать больше зарабатывать, пробить свой финансовый потолок. У меня, наверное, так же было, когда я купила себе айфон, когда я сама на него заработала. У меня было ощущение, что, блин, я за три месяца заработала на айфон. Когда я его купила, я поняла, что, ну, наверное, нет ничего невозможного, но всё реально. Если просто задаться целью, если поставить себе планку, если знать, чего ты хочешь, как ты хочешь жить в будущем, где ты хочешь жить, где ты хочешь быть. Поэтому для меня переезд в эту квартиру с более лучшими условиями означает как будто вот следующий шаг, да, к жизни, которой я стремлюсь, и к той жизни, где я себя вижу через 5-10 лет. А если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, напишите любой комментарий и подпишитесь на меня. Совсем скоро я разыграю приз. Это будет какой-нибудь очень классный бокс, но я пока не знаю, где будет этот розыгрыш. Он будет на YouTube, либо в Instagram. Поэтому подписывайтесь на мои соцсети. Также у меня есть ещё TikTok, ссылочки я, конечно, оставлю в описании. И надеюсь, что совсем скоро мы с вами снова увидимся. Всем пока!